Вань, привет! Здравствуйте! Ну, что ты нам сегодня расскажешь? А сегодня был отремонтирован вот такой ламповый магнитофон. Какой же? Магнитофон семейства Чайка, ну или же Брянск. Я расскажу... Слушай, я честно, я не видел такой-то. Что за? А я сейчас вкратце расскажу, что это за аппарат. Аппарат на самом деле очень известен своей простотой и надежностью эксплуатации. Магнитофон, родоначальником данной серии пошел магнитофон Чайка. Который был разработан молодыми студентами на Великолугском заводе. Но впоследствии магнитофон Чайка превратился в Чайку М с округлым и очень таким маленьким корпусом. А потом Чайка М превратилась в Чайку 66. Так вот, Чайка 66 это был первый единственный магнитофон, который был, во-первых, полностью разработан в СССР без обращения к опыту ГДР. Но также в нем отсутствовали пасеки. Вместо пасеков в данном магнитофоне применялись ремешки хлопчат бумажные. Вот, эти ремешки фактически... Они и сейчас работают? Да, они и сейчас работают. Я даже не заменял. Это долговечная и неубиваемая история. Также магнитофон Чайка 66 уже и породил магнитофон Брянск, который выпускался на Брянском электронеханическом заводе. Но это... У нас 67-й год выпуска. Ну, что было сделано? Ну, конечно, почищена настройка головки по Азимуту была произведена. Пару ламп там, усилители записи. Ну и все, смазка общая там литольчиком подмазал. И он изначально, в принципе, рабочий был аппарат. Вот, в отличие от Чайки, то, что здесь снимается крышка от Чайки М. Мы можем получить доступ, вот, чтобы почистить головки. И, соответственно, легко, достаточно с этим агрегатом управляться. Ну что ж, давайте включим. Давайте. Вот наличие индикаторной лампочки. Он ламповый? Конечно, ламповый магнитофон. А ты лампу заменил здесь? Конечно, конечно. Еще был поменен индикатор 6Е1П. Это... не, 6Е3П, по-моему, лампа. Индикатор записи. Вот он. Можно показать, как он работает. Вот сейчас я его... Оп! Вот видно. Вот он прям срабатывает. Совершенно свежая лампа была поставлена. Ну и двигатель, естественно, смазан. И подшипники, потому что там было легкое дребезжание такое неприятное. Ну, аппарату сколько лет. Но даже при включении, когда его покупают, включают, люди удивляются. А как он работает? А все очень просто. Вот эти льняные ремешки трепешные, они совершенно не принадлежат износу. Но сейчас вот, например, вот так работает перемотка. В одну сторону, в другую сторону перемоткой работает. Сейчас мы. Ну, а теперь давайте мы послушаем Геннадия Хайзанова. Вот записана ленте типа А44-11-6Б. Такая вот запись. Нет, батюшка, два дворянца нам никак нельзя. Два дворянца народ не прокормит. Слушай, резисторы все, да? Без вступления за пять минут. Потому что почистил спиртиком, все смажил. А как же? Конечно. Царь, следующий холоп дляшка. Все это анекдоты у нас. Да, слушай. Подготовиться воеводе Родиону. А ведь этот магнитофон у нас 10-11 февраля можно будет купить со скидкой. Потому что будут у нас большие скидки. И мы сможем, кто хочет, тот купит. А, кстати, да. Ты давай-ка вот анонсируй. Вот у нас скидки. Ну? 10-11 февраля, пожалуйста. Вот здесь все, весь расклад, что будет стоить. И на любой товар, который здесь будет присутствовать, не в фиксированных ценах, будет скидка 10%. Да, а этот магнитофон, он без фиксированной цены, потому что, ну... Минус 10%. Ну вот. Сравные детки по охотному ряду шастают. Не дают... Такой вот, собственно, магнитофон. А чтобы включить запись, мы сначала поворачиваем ручку на запись. А потом... Вот мы сначала удерживаем. А потом поворачиваем ручку на воспроизведение. То есть двумя ручками? Да, двумя ручками. Ну зачем ты записываешь-то? Ну ничего страшного. Ладно, кусочек. Вот. Табеш, вот такой магнитофон, один из самых долговечных, надежных и неубиваемых аппаратов, сегодня был сделан моими руками. Спасибо, Вай. Спасибо. Спасибо большое.